Доброе утро! В рубрике «Консультация психолога» с вами психолог Элла Роуд. И сегодня о животрепещущей теме. Звенят последние звонки, поговорим мы о предстоящих экзаменах для выпускников. Весь год они готовились к этим событиям, и вот они наступили. Причиной одной из самых распространённых, которая приводит к несуразным ошибкам, или как их ещё называют ошибки из-за невнимательности, считается эмоциональная подготовленность или неподготовленность ребёнка к экзаменам, которая и приводит к нервозности. Одна из основных проблем — это то, насколько школьник эмоционально готов к экзамену является запугивание, то есть принуждение, давление, которое оказывает среда на выпускника. Оно ведёт к тому, что называется саморазоружением. То есть когда ребёнок в ситуации стресса попросту не пользуется своими ресурсами, которые включают знания, навыки, компетенцию, саморегуляцию. То есть то, на что ребёнок привык опираться, у него отключается. И на экзамен он уже приходит уставший от внешних натисков настолько, что ресурсная часть притупляется, так как была потрачена на устойчивость перед давлением или борьбу с ним. И если дома и в школе ребёнку постоянно делают напоминания в устрашающей форме, таким образом пытаясь регулировать деятельность ребёнка, то взрослые автоматически становятся противниками для него. Тревожность заставляет нас чувствовать вместо того, чтобы действовать. И в данной ситуации противоположностью тревожности будет именно реализм. И задача родителей — быть носителем этого здравого смысла. Это поможет не только ребёнку во время подготовки к экзаменам, но и самим родителям. Необходимо создание такой спокойной деловой атмосферы в виде диалога для взаимодействия с ребёнком, с выпускником. И общаясь с ребёнком на тему экзаменов, не следует вызывать к чувствам вины, стыда, страха, вот прибегая к пресловутому запугиванию, а поддерживать, наоборот, разговор в ключе действий. То есть, что очень полезно в данной ситуации, это узнать, какие чаще всего ошибки допускает именно ваш ребёнок. И узнать, какие чаще всего трудности возникают в общем на экзаменах, у педагогов. Эту информацию можно получить в школах у педагогов. И это нужно для того, чтобы понимать, так сказать, слабые места. Далее тут же следует учитывать реально оставшееся в распоряжении время и помочь ребёнку поставить реально достижимые и конкретные цели, то есть те, которые зависят от ребёнка, которые находятся в поле его возможностей, знаний, и которые не имеют далеко идущих перспектив, а буквально понятны на один-два шага вперёд, поставить задачи с учётом этого времени. Тем более не стоит применять ЕГЭ как дисциплинирующую силу для ребёнка младших классов. Таких результатов, как усердные занятия уроками, это не даст. А вот когда цели просты, понятны и видимы, ребёнку поможет справиться с этими целями подбор учебных блоков, то есть упор на какую-то одну тему из предмета, из тех, которые были выявлены ранее как проблемные. И, например, где ребёнок чаще допускает ошибки, и сконцентрировавшись на этой теме, дальше выпускнику предстоит научиться пользоваться своими познавательными ресурсами в сжатые сроки. Как правило, всегда времени на подготовку недостаточно. И здесь тоже важна поддержка и помощь родителей в поисках способов освоения материала, наиболее подходящего именно для их ребёнка. Потому что кому-то нужно просто вслух проговаривать постоянно материал, чтобы усвоить. Кому-то легче, когда ему показывают и объясняют схематически. А у кого-то материал закрепляется именно через многоразовое повторение. То есть проделывая одно и то же несколько раз или прочитывая, материал закрепляется таким образом. Навыки так и формируются благодаря чистоте повторений, а не длительности. На заметку родителям и детям здесь стоит обратить внимание на то, что уделять лучше 15 минут в день какому-то занятию, но каждый день, в котором поставили себе цель, чтобы добиться её, чем просидеть один раз в выходной день 3 часа подряд. Поэтому также в усердной подготовке к экзаменам стоит обратить внимание на перерывы. И сделать перерывы в занятиях чаще. Лучше будет, если ребёнок будет вообще вставать с места, менять положение, удалять взгляд куда-то, не утыкаться из учебников телефона, вот именно менять вообще как-то своё положение, куда-то пройтись. Поскольку подготовка к экзаменам, как правило, более стрессовая, чем выполнение домашнего задания, то рекомендуется сократить время занятий на 5-10 минут. То есть если обычно ребёнок занимается 40 минут домашним заданием, то в период подготовки к экзаменам лучше это сократить до 30 минут, чтобы предупредить скопление напряжений и усталости. Ну, что называется, когда взгляд уже замыливается, а после перерыва уже вернуться к работе с новыми силами. Ещё вызывает огромное напряжение у выпускников большой объём работы. То есть многих пугает то, что вот просто эти тестовые листы, они огромные, тексты, которые, кажется, им не под силу проработать. И здесь важно, чтобы ребёнок научился уметь скомпоновывать информацию. То есть какой-то материал, если ребёнок прочёл или что-то прорешал, важно, чтобы для себя он смог его сформулировать примерно в три предложения. Когда такой навык за ребёнком закрепляется, формулировать в три предложения, ему потом будет легче уже на экзамене вспомнить основные какие-то вещи. Для того, чтобы способствовать эмоциональному благополучию и самому держать себя в руках, важно помнить, что всё, что говорят взрослые относительно экзаменов и учебного процесса, всё так или иначе в ребёнке оседает. И с этим он и пойдёт на экзамен. И стоит задуматься, чем на самом деле мы нагружаем ребёнка. Конечно, родители по праву встревожены ситуацией экзаменов, и им тоже сложно справляться. Тем более нередко можно услышать от детей не очень приятные вещи. И задача родителей, конечно, не из лёгких, но для общего блага важно дать возможность ребёнку проявить свои эмоции. То есть такое какое-то пространство для размещения скопившихся агрессий, негатива обязательно у ребёнка должно быть. В этот момент ещё важно не бросаться с утешениями, потому что ребёнком это будет расцениваться, тем более взрослым ребёнком, как будто его переживания не воспринимаются всерьёз. И не стоит сразу поучать или использовать фразы «А вот я же тебе говорила, готовься заранее». Такие вещи вызывают раздражение. И, конечно же, необходимо обсудить заранее с ребёнком самые неприятные возможные исходы экзамена. И желательно составить план и список мер, который вы предпримите в случае неудачи. А ещё можно напомнить ребёнку, что и в обычной жизни, которая сейчас кажется, что делится на до и после экзаменов, он тоже как-то справлялся со стрессовыми ситуациями на тех же уроках, в общении со сверстниками, в личной жизни. И можно обратить внимание выпускника на то, что обычно ему помогает справляться с трудностями. То есть всё, что способствует поддержанию его ресурсного состояния, какие-то любимые вкусности, спорт, увлечения, какое-то занятие, в общем, всё, что может переключить его внимание и улучшить его настроение, вполне применимо в более концентрированном виде в этот период. Спросите ребёнка, подумайте вместе с ним, как можно поддерживать его в таком состоянии. Ну а я желаю всем выпускникам высокой стрессоустойчивости, уверенности в своих знаниях, высоких баллов и терпения родителям.